Привет, друзья! YouTube запускает подкасты. Это особый вид плейлиста, который будет иметь преференции в продвижении. YouTube всерьез взялся за то, чтобы мы с вами могли создавать эти самые подкасты. Если мы зайдем в творческую студию нашего YouTube-канала, мы видим отдельную вкладку, которая называется «Подкасты». Мы ее нажимаем, и там мы можем создавать подкасты. И, собственно, в пункте «Создание нового контента» у нас появился новый последний пункт, который так и называется «Создать подкаст». Если мы выберем вариант «Создать подкаст», то у нас есть два варианта. Создать новый подкаст с нуля или сделать существующий плейлист подкастом. То есть можно конвертировать плейлист в подкаст. Давайте я покажу создание с нуля, затем мы посмотрим уже вот созданный. Что нам нужно будет? Ввести название подкаста, описание по желанию, установить доступ открытый и загрузить значок подкаста обязательно квадратный. То есть не 16 к 9, а 1 к 1 по соотношению. Затем создаем. Вот уже созданный плейлист нашего подкаста, в который добавлен видеоролик. Вот так это выглядит. И можно установить порядок сортировки видео. Я выбрал по дате публикации, но можно задавать и другой порядок. И установить, например, в том числе ручной порядок публикации в зависимости от типа подкаста. Здесь же у нас есть пункт видеоролики, который находится в составе данного подкаста. Этот ролик пока не опубликован. И здесь же есть аналитика нашего подкаста, которая показывает статистику в целом по подкасту. И в том числе расчетный доход для подкаста, что тоже довольно интересно. И более подробные данные по контенту, по просмотру. Вот кто-то все-таки разыскал мой неопубликованный видеоролик и смог его посмотреть. И здесь источники трафика, здесь параметры аудитории, вовлечение постоянных зрителей, доход этого подкаста. И можно также посмотреть самый популярный контент, аналитику отдельно взятых видеороликов за период времени. И можно смотреть отдельно данные по видосам. Соответственно, вот такая функция подкастов. Теперь к вопросу о том, зачем они нужны. YouTube уже давно хочет стать платформой, наиболее востребованной для подкастеров. Этот формат сейчас будет иметь преференции. И более того, когда вы создаете свой подкаст, отдельные видеоролики, не надо в названии указывать, что это подкаст. Достаточно добавить видеоролики в плейлист подкастов. Более того, если вы конвертируете какой-то существующий ваш плейлист в подкасты, то вам придется его несколько видоизменить, потому что он по умолчанию имеет другое соотношение сторон, он имеет другую оптимизацию, поэтому вы можете изменить данный плейлист, задать для него квадратный значок. Он тоже будет выполнять функцию плейлиста подкастов. Но я считаю, что лучше создавать отдельный новый плейлист, куда уже грузить наши подкасты. У YouTube будет отдельная система аранжирования подкастов, и, кроме того, YouTube создает отдельную страничку, на которой эти самые подкасты и будут ранжироваться. Но пока что она еще не создана, и если мы будем переходить по ссылке на страничку с подкастами, то мы будем попадать в никуда. Давайте я вам покажу, как это выглядит сейчас. Соответственно, видите вы? Да, видите. Соответственно, вот у нас официальная презентация подкастов, вот комментарий, вот страница youtube.com.podcasts. Сейчас она выдает ошибку, но в Соединенных Штатах уже начали, соответственно, эту страничку создавать, и в скором времени она заработает в Рунете. Это будет дополнительный источник трафика для подкастеров. В свое время, если вы вспомните продвижение на YouTube прямых трансляций, которое приходится примерно на период с 2014 по 2016 год, мы помним тоже YouTube Live, отдельная страничка, страничка-агрегатор прямых трансляций, очень хороший, давала трафик и прирост аудитории. Причем пока еще конкуренция была небольшая, не так много людей создавали прямые трансляции, можно было легко выбиваться в топы по стримерам и получать дополнительную аудиторию. Потом подобная ситуация была, когда вводили мобильные прямые трансляции, и соответственно, те, кто ввели прямые трансляции с мобильного устройства, могли собирать большую аудиторию. И тогда впервые YouTube начал тестировать отмену обязательности тегов при ранжировании мобильных прямых трансляций. Они уже были запрятаны глубоко, что намекало на то, что не обязательно-то, в общем-то, эти теги и указывать. Соответственно, всем, кто ведет канал, и в том числе в разговорном формате, или тем, кто уже записывает подкасты, я настоятельно рекомендую данную функцию попробовать запустить свой подкаст на YouTube, добавлять туда регулярно новые серии и смотреть за аналитикой и эффективностью. Сейчас я этот ролик заверну, опубликую его в подкасты, и вы сможете оценить, как это работает на моем примере, а затем применить на своем собственном канале. В комментариях рассказывайте, как вам эта функция, попробовали или нет, и как вы считаете, будет ли она получать преференции и буст в развитии от YouTube. Я думаю, что определенный небольшой буст будет, на какую-то прямо магию рассчитывать не приходится, но по мере внедрения данной функции, по мере открытия бета-теста на всю аудиторию, по мере создания отдельного блока страничек с подкастами на платформе, мы рассчитываем получить некоторые, но все-таки буст трафика на каналы, которые создают эти самые подкасты, поэтому важно быть в числе первых. Будем тестировать и делиться информацией в моем телеграм-канале Канаден, который всегда есть по ссылочке в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь там. Теперь каждый день будут публиковаться полезнейшие посты. С вами я, Канаден, говорим про YouTube. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пока!